Здравствуйте! В эфире телеканала ПС мы обсуждаем самые интересные статьи, вышедшие на страницах областной газеты «Правда Севера». Немного африканского тепла на Соловецких островах. С автором этого материала Еленой Ирхой мы говорим сегодня. Елена, здравствуйте! В своей статье вы рассказываете о приезде предстоятеля Александрийской Православной Церкви и всей Африки отца Феодора II на Соловки. Мне бы хотелось привести цитату из вашей статьи. В кратком пастырском слове, обращаясь к присутствующим, блаженнейший патриарх Феодор сказал, что посещение Соловецкого монастыря является его давней мечтой. Бог услышал мои молитвы, и я вот здесь. Патриарх выразил глубокую признательность за теплый прием и гостеприимство. А что предшествовало, какова предыстория этого визита патриарха Феодора на Соловки? Ну, я думаю, что побывать на Соловках – это не то, что мечта, это просто обязанность любого православного человека, тем более человека в таком священническом сане. И он говорил, что он 30 лет мечтал об этом. И я вполне его понимаю, потому что посетить Соловки – это все равно, что побывать в таком месте на Святой Земле, все равно, что побывать, допустим, в Иерусалиме у Гроба Господня, так же и Соловки. И я думаю, что он об этом мечтал не только потому, чтобы приехать в Россию, чтобы посетить Соловки, но и о том, как о своем одном из путей, одном точке отправления, от которого, возможно, что-то изменится у него и в Африке. Я приведу еще одну цитату, очень интересную. «Зная русскую традицию петь за столом, патриарх отметил, что в африканских традициях по торжественным случаям принято не петь, а танцевать, что ему и случалось делать». Ну, наверняка вы сравнивали патриарха Феодора с настоятелем русской православной церкви. Вот это расстояние между континентами, она дает о себе знать? Конечно. Любой пастырь должен учитывать свою пасту, их обычаи, их традиции, а добрые традиции. Почему бы не соблюдать добрые традиции? Если у африканцев принято танцевать, выражая свою радость, почему бы их пастырь не сделал то же самое? Хотя мне трудно представить, как бы он это делал. То есть это не случилось на самом деле? А вообще, как вы оценили, видели фигуру патриарха Феодора? Какой он? Каким вы его увидели? Это очень значимая фигура. Это, во-первых, человек, от которого не то, что идет сияние, я этого, конечно, не видела, но от него идет такое излучение добра, теплоты, доброжелательности к людям, открытости. И я думаю, что приезд на Соловки, патриарха Александрийского, это значимое событие и для Соловков. А как сами жители Соловков отнеслись к этому событию? Что оно значило для них, правда? То, что я видела, могу сказать. Я не разговаривала с жителями Соловков, но то, что я видела, они его встречали, как показано, как получилось у меня на снимке, они его встречали очень доброжелательно. И было много народу, и все старались к нему подойти, ну не то, чтобы прикоснуться, а, по крайней мере, получить благословение. Вот, и мне показалось, что жители рады. А сам патриарх рад был такому приему? Во-первых, как он сказал, что он мечтал об этом долго, он благодарил всех. Он благодарил, у меня такое сложилось впечатление, что он не забыл никого. Но он очень подробно перечислил всех, кого благодарил, и мне кажется, он был просто счастлив. То есть не чувствовалось, что патриарх Феодор совершенно с другого континента. Нет. Этой разницы, этого решения не было. Это человек православной веры, а все православные люди так или иначе между собой братья и сестры. Но этот визит носил еще и некий практический характер, насколько мы понимаем из статьи. На Соловках был организован круглый стол, посвященный вере и спорту. Кроме того, состоялся футбольный матч, в котором в том числе приняли участие и священнослужители. Ну а вот вообще в целом участники вот этого футбольного матча, вот этого соревнования, они поняли эту идею? Они достаточно комфортно себя чувствовали вот на этом мероприятии, на этом событии? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что одно другому нисколько не мешало. Спорт — это добро, это мир. Почему? Он прекрасно укладывается в рамки православия. И священник, который принимал участие в команде, играющий за сборную русского хоккея, то есть взрослой команде, потому что была еще команда славицких детей, вот он, во-первых, он окончил физкультурный институт. Он профессионал и играл в команде мастеров по футболу. Вот, и мне кажется, все было очень органично. Мы еще знаем, что Николай Валуев принимал участие в этом матче. Он действительно хорошо справился со своей задачей. Я вам должна сказать, что Николай Валуев показался мне человеком очень разносторонним. Во-первых, он хорошо говорит. Он депутат Государственной Думы. Мне кажется, у него государственное мышление. Во-вторых, если кто-то может подумать, что раз он такой большой, значит, неловкий, это неправда. У него грация пантеры. Ну и он внес свою лепту в реализацию этой идеи единения спорта и веры. Ну, во-первых, у Николая Валуев давно, очень давно одержим вот этой идеей спортивного развития среди детей. И причем детей разных социальных слоев. Насколько я знаю, у него есть фонд, который занимается этим. И, конечно, он просто... Эвелитити его, по-моему, обожают. Они фотографировались с ним. Они всячески просили у него фотографов, на что он... Автографы, на что он совершенно не раздражался и только в тех... И был рад. То есть, в общем-то, атмосфера, она соответствовала событию на Соловках. Да. А визит отца Феодора на Соловки, он сопровождался еще некими чудесными явлениями. Вот, насколько я знаю, вы были их свидетелями? Ну, я об этом тоже судить не могу. Скажу то, что я видела. Во-первых, как сказали, была плохая погода на Соловках, а когда приехал патриарх Феодор из Александрии, это африканская, с севера Африки, он привез, как говорили, привез хорошую погоду. То есть, установилась очень хорошая, теплая, ясная погода. И после того, как он совершил богослужение, божественную литургию, в небе летели самолеты, и от самолетов след почему-то образовал крест. Такое было ощущение, что купол над нами развесован. То есть, это действительно так, вы сами это видели своими глазами? Да. Действительно удивительные вещи. Но для вас наверняка это событие запомнится надолго. Разумеется. Правда, я на Соловках была второй раз, но в присутствии таких значимых событий впервые. Елена, спасибо большое за интересную беседу, за замечательный материал. Ждем от вас новых статей. Спасибо. Читайте «Правду Севера», смотрите газету на ТВ. До встречи через неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова